Россия поставила в ЕС через Турцию нефтепродуктов на 3 млрд евро после введения эмбарго. В прошлом году Турция стала крупнейшим в мире покупателем российских нефтепродуктов. Страна получила в общей сложности 18% дизеля, газойля, авиакеросина и другой переработанной продукции, вывезенной из России по морю. В ее импорте российские поставки составили 81%. Но далеко не все объемы нужны Турции для собственных нужд. Турция стала стратегическим перевалочным пунктом для российских нефтепродуктов, которые перенаправляются в ЕС, вероятно. Генерируя налоговые поступления на сотни миллионов для военной машины Кремля, говорит Мартин Владимиров, старший аналитик по энергетике Центра исследования демократии, СИДИ. Согласно расследованию СИДИ и Центра исследования энергетики и чистого воздуха КРИ, После введения 5 февраля 2023 года эмбарго на поставки в ЕС российских нефтепродуктов страны Блока импортировали 5,16 миллиона тонн на сумму 3,1 миллиарда евро из трех турецких портов. Однако в этих портах нет перерабатывающих мощностей. За тот же период 86% их собственного импорта нефтепродуктов, в денежном выражении, пришлось на Россию. Анализ конкретных поставок свидетельствует, что европейские компании могли покупать российские нефтепродукты. Смешанные в нефтехранилищах в турецких портах или просто реэкспортированные, говорится в докладе СИДИ и КРИ. Например, в мае 2023 год. Терминал Тарос Джейхан получил 26 923 тонн газойли из Новороссийска. Через 10 дней такой же объем газойли был отправлен с этого терминала на греческий нефтеперерабатывающий завод Моу Корант. Россия, лидеры которой настойчиво твердят о необходимости разорвать все связи с Западом, и Турция, воспользовались лазейкой в санкционных правилах ЕС. Они разрешают приобретать продукты из российской нефти в случае существенной переработки. Например, НПЗ Индии поставляют в ЕС продукцию из российской нефти. Однако в турецких портах нет перерабатывающих мощностей, отмечают СИДИ и КРИ. С введения эмбарго в начале февраля 2023 год до конца февраля 2024 год. Турция в целом импортировала российских нефтепродуктов на 17,6 миллиарда евро, на 105% больше, чем за предыдущий аналогичный период. А ее экспорт топлива в ЕС подскочил за то же время на 107%. На поставках нефтепродуктов в Турцию российский бюджет заработал 5,4 миллиарда евро, что позволило Москве продолжать полномасштабное вторжение в Украину, говорится в докладе. Поставки в ЕС российского топлива осуществлялись также через терминал Дортел в одноименном городе Дертел, где тоже нет перерабатывающих мощностей, писала в январе Financial Times. До начала войны в Украине он в основном получал по железной дороге иракскую нефть и переваливал ее на танкеры. Но затем стал активно принимать танкеры. С января по ноябрь 2023 год он получил из России 9,2 миллиона баррелей. Почти 90% всех морских поставок выяснила аналитическая компания КПЛЕР. Часть этого топлива приобрела греческая мотор-ойл Хеллос. Она ранее официально прекратила работать с поставками из России, так как имела контракты с Пентагоном. Но российские баррели продолжали заливаться в американские боевые корабли и самолеты на европейских базах, так как поступали на НПЗ компании, меняя по пути владельцев и смешиваясь в хранилищах Дортел с топливом из других стран. Продолжение следует...